Я не мог вырваться. Таким пятилетний Максим вернулся домой из частного детского сада. Видно, что здесь хватали из посинящего рук. Ушибы живота, рук, спины, многочисленные ссадины и синяки. Заведение, за которое ты платишь деньги, да, даже представить себе не можешь, что такое может когда-то случиться. Я не носу, я закалточку, потом засуну меня в душ. Начал включать воду и поливать меня. Максим вырывался, но воспитатель не отпускал. В какой-то момент ребенок сильно ударился о кафель. Возмущенные родители сразу поехали в детский сад и услышали вот это. У нас есть поляризатор, пшикалка. Когда ребенок не включается во внимание, чтобы как-то привлечь, мы начинаем пшикать. Это Кристина Малиновская в обитерии на Гвардейской улице. Она и директор, и воспитатель в должности с начала года, но уже установила свои порядки. Маша, отделу Артема шею. К нему в шею. Я разрешаю. Ну, ткни! А это капуста! Это капуста! Костя! После встречи с педагогом Малиновской Косте пришлось сменить детский сад. Точно так же закрывали в ванной комнате, производили другие какие-то действия. То есть ребенок стал вести себя совершенно иначе. Стал более пугливый, более настороженный. Малиновская называет себя опытным детским психологом, но дипломов ее никто не видел. У здорового человека не может уложиться в голове такая ситуация, когда педагоги, тем более педагоги с психологическим образованием могут производить такие действия над ребенком. Все эти методы физического воздействия на ребенка неприемлемы. Увышается уровень тревоги, агрессивности. Родители Максима уже ощутили последствия детской травмы. Ночью начали случаться у нас истерики. Прямо несколько ночей, 3-4 ночи подряд после этой ситуации. Он может, даже он не просыпается, он с закрытыми глазами просто начинает кричать и плакать. Что происходит в этом частном саду, сейчас выясняет прокуратура и следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и истязанию несовершеннолетнего. Следователи допрашивают руководство и воспитателей частного детского учреждения, а также родителей малолетних воспитанников. Встретиться с руководством Баби Терри нам не удалось. За входной дверью мы увидели странную картину. 10 утра по графику детский сад должен сейчас работать, но внутри почему-то никого, все помещения пустые. Хотя на днях здесь еще принимали новых детей. Интересная деталь, для безопасности во всех помещениях стоят камеры. Но когда следователи изъяли записи, оказалось, что их кто-то успел почистить.